Все мы знаем, как выглядит процессор. Знаем, что под крышкой, которая передает тепло, находится небольшой кремниевый кристалл. В нем и творится вся магия вычислений. Казалось бы, любоваться тут не на что. Что может быть красивого в обычном кусочке полированного металла? Но стоит снять с кристалла верхний слой пустого кремния, добавить капельку иммерсионного масла, и чип начинает переливаться всеми цветами радуги, показывая свой богатый внутренний мир. Разумеется, все эти цвета ложные. Структуры внутри давно уже имеют нанометровые размеры и на порядке меньше длины волны света. Но в таком исполнении смотреть на миллиарды транзисторов гораздо интересней. Сегодня я стану вашим проводником в богатый нанометровый мир. На связи МК. Расслабьтесь и наслаждайтесь. Начнем нашу экскурсию вглубь старичка Pentium 2, родом из 1997 года. Вторые пеньки производились по техпроцессу от 180 до 350 нанометров, а частоты достигали смешных по современным меркам 450 МГц. Эти процессоры интересны тем, что среди них есть первые решения, производимые по технологии Flipchip. То есть когда кристалл припаивается к подложке, а не соединяется с ней проводками. На фото слева кристалл Pentium 2, который изготовлен по старой проводной технологии Wirebonding. Справа чуть более крупный собрат уже с Flipchip. При этом, что интересно, техпроцесс у них одинаковый. 250 нанометров. А увеличение площади произошло только из-за перехода на новую технологию. Да, на тот момент в новом способе производства не было смысла, но это позволило заложить фундамент для создания современных процессоров с тысячей контактов. Момент, пока еще заметный глазу эволюции. И сразу для контраста погрузимся в знакомые многим 14 нанометров. Уничтожать старые чипы может каждый, но вот выводить из строя современные мощные CPU намного дороже. Но все же такое случается, и у нас есть возможность посмотреть, что под верхним слоем кремния у быстрого восьмиядерного Core i9-9900K. На фото отчетливо видны 8 прямоугольников ядер и большая область справа. Это интегрированная графика, которая занимает почти треть всего кристалла. Раньше про нее мало кто вспоминал, сейчас другое время. Разумеется, после таких варварских экспериментов процессор умер, но в данном случае красота определенно стоила жертв. Спасибо AMD восьмью ядрами сейчас уже никого не удивить. Известный немецкий оверклокер Роман дер Бауэр Хантунг буквально разломал отнюдь недешевый Threadripper 1950X, чтобы показать нам его 16 ядер. В 2017 году это были те же 14 нанометров, вернее назывались так же как у Intel, но по факту на тот момент синие нанометры были меньше. Почему так мы рассказывали в выпуске про 2 нанометра IBM, ссылка будет в описании. Внутри огромного процессора оказались 4 восьмиядерных кристалла, в каждом из которых хорошо видны 2 группы по 4 ядра. В этом и была причина высоких задержек у этих камней. Но все еще такой процессор выглядит как произведение искусства. До многокристальных чипов Intel, например, до сих пор не добралась. А может это уже и не нужно. Глядя на красивые переливающиеся кристаллы, многие, наверное, задаются вопросом, а как на самом деле выглядят процессоры внутри? Можем ли мы как-то это узнать? Разумеется, достаточно взять чип, техпроцесс которого больше длины волны видимого света, что позволяет разглядеть его внутренности в обычный световой микроскоп. Пожалуй, самый яркий пример Intel 4004, первый микропроцессор компании, 50 лет назад совершивший настоящую революцию в электронной промышленности. Его техпроцесс в 10 микрометров на порядок больше длин волн видимого излучения, что делает его идеальным кандидатом для изучения. И, надо сказать, выглядит он не особо эффектно. Оранжевые полоски — это медные подложки, серые — различные кремниевые структуры. И да, это реальные процессорные цвета. По оценке Intel, вычислительная мощность 10-летних процессоров Intel Core 2-го поколения с миллиардом транзисторов не менее чем в 350 тысяч раз превосходит мощность первого процессора Intel. Невероятный прогресс за 40 лет. Сейчас мы такого уже не увидим. Кстати, о транзисторах. Некоторые свежие процессоры имеют уже больше 40 миллиардов крошечных переключателей, которые увидеть в световой микроскоп невозможно. Но если очень хочется узнать, как на самом деле выглядит один транзистор, можно обратиться к старым, простым логическим микросхемам. Например, советской 3320A, которая выпускалась в Зеленограде в 70-х годах. Этот золотой лабиринт не имеет ничего общего со словом техпроцесс, ибо структуру микросхемы, которая представляет из себя пару логических элементов 4 и не, можно рассмотреть буквально в школьный микроскоп. И да, как видите на фото, никакой тут магии и сложной электроники нет. Сам по себе транзистор устроен очень просто, что позволяет значительно их уменьшить и производить миллиардами штук. Но что мы все о процессорах да о процессорах. Давайте посмотрим, как выглядят внутри видеочипы. Да, уничтожать дефицитные графические кристаллы сейчас выглядит кощунством, но спешу успокоить, фото были сделаны еще до дефицита. Итак, мы можем полюбоваться на большой 28-нанометровый кристалл AMD Fiji, который работал в видеокартах Fury 2015 года выпуска и снабжался 4 гигабайтами памяти HBM. Почти 9 миллиардов транзисторов. Прошло 6 лет, новые карты уже не встретить, а на авито они стоят аж 25 тысяч рублей. А вот еще фото другого GPU. На этот раз GP102, который ставился в топовую GTX 1080 Ti. Хорошо видны 6 кластеров GPC, что дает аж 3,5 тысячи потоковых процессоров. Мощь 12 миллиардов транзисторов в 2017 году за 50 тысяч рублей. Теперь давайте уйдем в сторону. Вы никогда не задумывались, как выглядит сенсор оптической мыши? На самом деле достаточно занятно, ведь это объединение фотосенсора и чипа. Вы видите фотосенсор старенькой мышки с разрешением матрицы всего 22 на 22 пикселя. Однако этого вполне хватает, чтобы улавливать изменения поверхности и тем самым определять сдвиг мыши. А с учетом того, что делать это нужно быстро, сам чип расположен в одном кристалле с фотоматрицей. У современных мышей разрешение матрицы выше и достигает сотни на сотню пикселей, что позволяет им быть точнее и быстрее. Но в целом сенсоры выглядят так же. Например, на картинке можно полюбоваться на внутренности PixArt PMW3310. Вернемся к процессорам. На этот раз мобильным. Современные ARM чипы в прямом смысле слова можно назвать искусством. Ведь в одном кристалле прячутся и несколько кластеров ядер, и GPU, и многочисленные контроллеры. Так, например, выглядит 8-нм Exynos 9820. Сходу тут сложно понять где что, но все же получилось определить, что в правом нижнем углу расположены два больших ядра М4, которые могут работать на частоте до 3 ГГц. Над ними два средних ядра Cortex-A75 и четыре малых Cortex-A55, которые ощутимо меньше и слабее. Слева внизу можно увидеть двухъядерный нейропроцессор, ну а выше от него расположен крупный GPU Mali с 12 ядрами. Что интересно, ARM чипы очень напоминают APU из консолей, и это не случайно. Последний также на одном кристалле имеют и процессорные ядра, и графику, и различные контроллеры. Так выглядит 16-нм чип из Xbox One X. Хорошо видно, насколько велика графика вот AMD с 40 вычислительными модулями. Она занимает 3,4 чипа, а вот 8 процессорных ядер AMD Jaguar можно сначала и не заметить. Все дело в том, что по сути это урезанная архитектура, которая использовалась для различных ультрабучных чипов красной компании, что и отразилось на их размерах. В то время как AMD продолжает приносить в массы многокристальную структуру процессоров, Intel все еще выступает за один большой кристалл. И в случае с высокопроизводительной линейкой гигантомания компании удивляет. Так, в Core i9-7980XE на одном кристалле размещено аж 18 ядер. Разумеется, стоит такой CPU немало, но все тому же Роману Дербайеру он достался нерабочим от подписчика, что и позволило с чистой душой произвести вскрытие пациента. Картинки действительно удивляют. 18 огромных ядер вплотную друг к другу, из-за чего теплопакет составляет аж 165 ватт, а на деле выше 200. Но зато с межядерными задержками все хорошо. А вы никогда не задумывались, как выглядят внутри российские процессоры? Много ли в них отличий от забугорных решений? На самом деле нет, как показало вскрытие последнего байка с двумя миллиардами транзисторов на 28 нанометрах. Этот ARM чип имеет два четырехъядерных кластера и графику Mali, а производится на заводах TSMC. Так что внутренних отличий от других ARM чипов очевидно немного, и структура действительно похожа на фото Exynos выше. К слову, на основе этого Байкала уже выпускают и продаются простенькие, но отнюдь не дешевые ПК. И что самое интересное, после манипуляций с BIOS есть возможность запустить на них Windows 11. Да, большую часть драйверов найти не получилось, но все еще система работает достаточно шустро. Так что будущие российские CPU это не только задротский Linux, но и вполне обычная винда. Этот наномир гораздо меньше огромного мира вирусов, в который по иронии открыли табачные компании, боровшиеся с болезнями растений. Более низкоуровневый мир, который создают наши современники. И этот мир становится все сложнее и интересней. Процессоры прошли огромный путь от простых интегральных схем, внутренности которых можно разглядеть буквально под лупой, до высокотехнологичных чипов, состоящих из миллиардов транзисторов. И уже долгие годы человек не является главным звеном в цепи производства полупроводниковых кристаллов. Целой жизни не хватит, чтобы расположить в кусочке кремния размером с ноготь такие огромные количество миниатюрных переключателей. Да, вы правильно поняли, компьютеры проектируют процессоры. Умные машины создают себе подобных. А может лет через десять компьютеры решат, что мы вообще не нужны и лишние в этой схеме. Джон Коннор знает о чем я говорю. Желаю чтоб ваш внутренний мир стойко боролся с миром вирусов, а про нанометровый мы вам расскажем. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, надеюсь вам понравилось. До скорых встреч.